Мы находимся на площади Дружбы. Петух или курица? Курица. Давай, давай, натягивай. Главная фишка этого парка – один из самых больших открытых бассейнов в мире. Идея, конечно, шикарная, но не для Майкопа. Палыч, где мы? То ли еще где-то в Самарской области, то ли уже в Татарстане. Слушай, надо позвонить гиду. Как думаешь, здесь вообще ловит? Уверен, что мегафон здесь точно ловит. Хорошая связь любое путешествие делает проще и приятнее. А когда у нас съемки, это вообще необходимость. Каждому в нашей команде нужно, чтобы звонки и интернет были доступны всегда. И по нашему опыту, мегафон – это отличный выбор. Ловит всегда, когда нужно. Еще бы! По результатам исследований международной компании «Укла» имеет самое широкое покрытие сети в нашей стране. И это неудивительно. Мегафон – лидер в запуске передовых технологий. И по многим показателям, первый по скорости мобильного интернета уже седьмой год подряд. И по нашим собственным наблюдениям, это действительно так. Путешествуйте с мегафоном и оставайтесь на связи в любых ситуациях. Привет, друзья! Здравствуйте, братцы! Вдоволь нагулявшись в горах Адыгеи, мы отправились в горы Северной Осетии. Серия о ней, кстати, скоро выйдет на нашем канале. Но по дороге решили не упустить возможность посетить Майкоп. Все-таки столица республики. Да и просто хотелось погулять по улицам и паркам, а то все горы да горы. Прямо на подступах у нашей машины с оборудованием взорвалось колесо. Хлопнуло так, что мы уже приготовились к чему-то страшному. А оказалось, просто баллон лопнул. Получили бесценный опыт замены колеса на фуре. Вот никогда не думали, что придется этим заниматься. На этом, к счастью, приключения закончились. И мы оказались в городе. Время было еще раннее. И мы тотчас же отправились исследовать Майкоп. Раз уж собрались гулять по городу, то первым делом идем в парк. Конечно. Его недавно реконструировали, поэтому гулять здесь реально приятно. И главная фишка этого парка – один из самых больших открытых бассейнов в мире. Посмотрим? По краю. Городской парк показался нам самой логичной точкой для начала прогулки. Где гулять, если не здесь? Тем более мы вычитали, что в парке есть открытый бассейн, который чуть ли не один из самых больших во всей Европе. Игорюш, если есть бассейн, ты просто обязан в нем искупаться. С удовольствием. Бассейн и правда есть. И он правда впечатляющих размеров. Вот воды в нем правда нет и кажется очень давно. Зато, возможно, это лучший бассейн для тех, кто не умеет плавать. А если серьезно, мы очень надеемся, что его когда-нибудь восстановят. Это какой же крутой спортивный объект будет? Тем более в Майкопе очень длинное лето. Будет любимое место отдыха и у горожан, и у туристов. Продолжаем знакомиться с общественными пространствами города Майкоп. Мы находимся на площади дружбы. Палыч, стоп! Что такое? Пепелац! Вау! Ку! На самом деле, конечно, никакой это не пепелац, а монумент, единение и согласие. По форме выполнен в виде традиционного адыгейского очага и символизирует единство народов республики. Вокруг разбит небольшой зеленый сквер и прямо напротив очень красивая мечеть. После площади можно заглянуть на смотровую площадку и посмотреть на весь город Майкоп сверху. Надеюсь, наша физическая форма позволит нам преодолеть несколько сотен ступеней. Прямо на нашей спиной лестнице, которая называется 700 ступеней, по 350 ступеней с каждой стороны. Ну что, погнали? По краю. Если вы в достаточно хорошей физической форме, рекомендуем подняться. С верхней точки открывается отличный вид на город. Тем, кто любит всякие смотровые площадки, точно понравится. Палыч, мы это сделали. А теперь пойдем посмотрим пивзавод. Заодно и пивка попьем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На закате дня мы отправились на местный пивзавод. Ну, согласитесь, нас можно понять. Мы устали. Меняли колесо. Поднимались по лестнице. Заслуживаем хороший отдых. При пивзаводе очень стильно оформленный магазин. Так и манит сначала зайти, а потом не выходить с пустыми руками. Ну и, конечно, какой пивзавод без бара. Он тоже прямо здесь за углом. То, что нужно уставшим путешественникам вечером в южном городе. Если что, у нас есть трезвый водитель, так что можем себе это позволить. Братцы, после того, как вы наладитесь по горам, нагуляйтесь по городу, есть шикарное место в Майкопе прямо на пивзаводе, бар 1882. Здесь можно выпить потрясающего пива. Майкопское, бодрое, по краю. Майкоп – город совсем небольшой, и все интересные места можно по пальцам пересчитать. То ли дело в окрестностях. По Адыгее можно путешествовать 2-3 недели, и все посмотреть не успеете. Кстати, серия про Адыгею на канале уже вышла. Можете смело смотреть. А из Майкопа мы отправились прямиком во Владикавказ. А в Северной Осетии такая красота, что вы не представляете просто. Но обо всем по порядку. Это уже в следующей серии. Так что не забудьте подписаться, друзья. До новых путешествий. До новых встреч. Северной Осетии. Северной Осетии. Не торопись, расслабься. Все хорошо. Давай. Такой будет сейчас убийственный сюжет. Я думаю, вообще не надо ничего про Майкоп писать. Ну, потому что это такой наебанг вообще глобальный. Давай поржу. ну давай да да мы продолжаем осваивать общественное пространство города майкоп центральная площадь на которой насло это я сейчас просто а я не боюсь я пойду к фигу попью в кафе заслужены мы это сделаем серия закончена